В этом видео хочу поделиться с вами отличным рецептом для реанимации орхидеи и стимуляции цветения. Начну с самого главного и важного. Для того, чтобы корни орхидеи не сгнивали, я попробовала посадить в минеральный грунт. Вот такой вот самый обычный привычный с добавлением знакомого керамзита, пеностекла и обязательно древесного угля. Также компонент влагоемкий. У меня был моксфагнум и кокосовые чипсы. Такая посадка с моим поливом очень хорошо понравилась этим орхидеям. Они полюбили ее с первого раза. Обработки я уже повторила и поделюсь уже не терпится результатами. Пересмотритесь к шейке на орхидеи, появляется новый корень. Его уже достаточно отчетливо заметно. Когда я сажала эту орхидею в новый для нее субстрат и условия содержания, был один корешок активный. Сейчас он таким остался. Посмотрите, как подрос. Листики все так же идеально ровные, плотные, крепкие. Плюс даже сейчас без затруднения и фокуса я могу вам показать, что лезет новый листик. Присмотритесь, его заметно довольно-таки. Когда я решила отдать предпочтение минеральному составу почвы для орхидеи, я боялась, что листья могут начать увядать, чахнуть, потому что весьма аэраторный, такой воздушный грунт. Но тем не менее, лезет новый корень и старый сохранился. Несмотря на, посмотрите, достаточно тяжелую степень реанимации, там практически сухая кочерыжка осталась. Поэтому обязательно буду продолжать. Поливаю в поддон или по уровню дренажа. Если нет возможности отмерить, например, если состав полностью минеральный, то около 1 см. Сейчас на дне воды практически не осталось. Но грунт достаточно влажный. Видите? И нижний слой керамзит мокрый. И есть моксфагнум влажный. Поэтому такого количества влаги внутри коршка предостаточно. Поэтому воды не восполняю. Вот воды буквально даже меньше сантиметра. И я не спешу добавлять. Жду естественного испарения и просыхания корней и субстрата внутри коршка. Так, это были результаты на орхидеи Эквестри из крас. Вот такой вот красавицы из группы реанимации. Вместе с этой же орхидеей предыдущей я сажала принцессу дракон. Которая точно так же разбудила новые корни. Именно поэтому достаточно уместно в этом ролике показать и материнское растение. Которое в ближайшем будущем порадует меня своим цветением. Ведь бутончики уже вот-вот будут раскрыты полностью. Поливала я бурной кислотой плюс йод и лимонная кислота. Поскольку полив, как я называю, нижний, то есть поддон, поровень дренажа. То обязательно всегда показываю корни под горшком. Потому что чаще всего как раз таки они могут пропадать именно в этом месте. Где вода находится и задерживается дольше всего. По этой же логике обязательно показываю наоборот верхние корни. Потому что они находятся сверху, где вода практически не поступает. Поэтому обязательно уделяю внимание такому участку. Как можно заметить, здесь корень тоже активным, жирным, зеленым кончиком. Все благодаря тому, что я еще дополнительно использовала моксвагнум сверху. В качестве мульчи. Дополнительно еще раз покажу горшок снизу. Ведь там виднеется много активных зеленых кончиков. Поэтому присмотритесь к такому способу агротехники полива орхидеи. Как в поддон, в тарелочку, поровень дренажа. Действительно это работает. И облегчает вам жизнь. Надеюсь, мне удалось вас переубедить попробовать. Хоть однажды полить свои орхидеи борной кислотой с йодом в подкисленной воде. Ведь это одинаково отлично работает. Как на орхидеях, во время цветения, бутонизации, вегетации и любого роста. Вне зависимости от периода, даже покоя. Поэтому результаты поразительные. Однозначно стоит попробовать и проверить на своих орхидеях этот рецепт. Который я обязательно ставлю и закреплю в самом верхнем комментарии. И пускай ваши орхидеи всегда цветут и растут.